Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы сегодня начинаем новый цикл телевизионных передач. Она называется «Познай самого себя» или «Уроки космофилософии». Мой собеседник в студии, системный аналитик, публицист, социальный мастер, автор ряда книг по теории чистого государства Мурат Турдумбекович Мусабаев. Здравствуйте, Мурат! Мурат, давайте мы начнем с того вопроса, как Вы пришли к тому, что Вы написали именно книги по познанию человека самого себя и по теории чистого государства. Что Вас столкнуло к этому? Да, сегодня наше государство 26 лет приобрело самостоятельность, и мы, как несуверенное государство, вышедшее из СССР, сегодня мы ищем свои пути и никак не можем найти ту нишу, где мы должны развиваться. Да, мы развиваемся, но сегодня очень много вопросов. У нас нет национальной идеологии, и в этот период Вы пишете манифест, там пишете конституцию, потом теорию государства, и, наконец, уроки космофилософии. Пожалуйста. Ну, я начну с того, что у некоторых людей есть привычка записи вести, дневниковые записи, ощущения. И вот еще, наверное, лет с 15 я как-то стал записывать ощущения дня. У нас каждый день складывается из того, что мы переживаем какие-то события, встречаемся с какими-то людьми, и, соответственно, мы выносим через эти встречи какие-то впечатления, какие-то эмоциональные процессы, происходят ощущения. Я стал записывать эти ощущения, и все время задавался вопросом, почему именно я вот так отреагировал, или по-другому что-то заставило меня переживать, что-то подняло мое психоэмоциональное состояние, что-то опустило его. И это все были просто записки. И когда я их в блокноте, потом общие тетради появились, я на каком-то моменте понял, что этих тетрадей настолько много, и когда даже пытался их перечитать, они были как каша, потому что две страницы о чем-то, две или три совершенно другого, а иногда 30-40 вообще о третьем. И вот как-то связать это что-то в единое не представляется возможным. Но, тем не менее, на определенном этапе, я все-таки сравниваю самосознание человека как нечто сосуд, который капает, и впечатление каждого дня капает, капает, и этот сосуд рано или поздно наполняется. И вот когда это наполнение относительно произошло информативно, потому что тебе кто-то советует книгу прочесть какую-то, начиная с детства, там Даниэль Дэфор, Абинзон Круза, там 20 тысяч ле под водой, и вот ты как бы накапливаешь, накапливаешь вот эту информацию, потом ты переходишь к другому разряду книг, начинаешь читать, там, допустим, Достоевского преступления и наказания, Толстой, там, Воскресенье, Война и мир. Дальше, 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 дальше. Рано или поздно ты приходишь к духовной литературе, эзотерической. Тебе говорят, почитай, это интересно. Я начал и их прочитал, очень много старался как-то вот. И в общем, как бы вот, если взять, сравнить с базой данных компьютера, я файлы заполнял, 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 и потом все-таки я не мог какой-то вот ракурс восприятия прийти, когда я бы все начинал понимать. Все равно, начиная с одного, прихожу сам в сомнение, в другую сторону. Потом, вы сами знаете, что в конце советского периода времени у нас сложно было жить, зарплат не хватало всего. Я какой-то кооператив создал, стал шить одежду. Занимался откровенно контрафаком. Мадеин, Полэнд, Мадеин, Италия. И, в общем, начинаю что-то. Потом у нас, значит, рыночные отношения открывают ворота, у нас поплыл товар из Китая, я понимаю, что конкурировать не могу, я перехожу на обувь. Ну, глядя на чей-то пример, начинаю делать обувь. Потом и обувь пошла, я не могу ее производить. Но ощущение, что начало того же производства, это те же экономические процессы на микроуровне. Собирается коллектив, 15 человек, 12 человек, 20 человек. Мы что-то начинаем производить, в конечном итоге наш товар становится неконкурентным. Мы останавливаемся, люди расходятся, их распускают, я начинаю искать новое. И тогда я стал замечать, странно, вот как-то есть классическая экономика, на которую, когда мы, допустим, ориентируемся, ну, рыночные отношения, конкуренция, но на каком-то этапе это не срабатывает, и в конечном итоге мы приходим к каким-то невероятным вещам, образуются ниши, кто-то, допустим, занимается поставками нефтепродуктов. Они понимают, что это обеспеченный платежеспособный спрос. То есть эту категорию товаров, как электричество, там, как нефтепродукты или хлеб, вот будут брать люди, да. Люди многое чего себе откажут себе, но есть категории товаров, по которым они в любом случае сэкономят, но возьмут. Значит, это уже такой обеспеченный платежеспособный спрос. Я работаю в сфере не обеспеченного платежеспособного спроса. И мои потенциальные клиенты зависят от уровня доходов. Если у него высокие доходы, он все равно постарается импортные взять. Если у него низкие доходы, то он не берет в силу того, что я не могу в том количестве. И я тогда возвращаюсь, у меня, слава богу, отец, он как бы все-таки заканчивал высшую школу профсоюзов, хотя и заочно, но в практике он изучил так много, и у него специализация экономика труда. Вот он мне некоторые моменты стал пояснять. А в силу того, что я заканчивал как бы высшую школу МВД, и у меня специализация еще была все-таки ОБХСС, мы и судебную бухгалтерию, я стал глубже, глубже, глубже анализировать, потому что, говорят, нельзя сказать об огне, что он жжет, пока ты до него не дотронешься. Когда ты вступаешь в какие-то экономические отношения, создаешь там производительные силы общества, привлекаешь, создаешь товар и начинаешь тереться в сфере спроса и предложения, для тебя некоторые вещи уже по-новому. Я открываю Маркса, начинаю изучать капитал, я начинаю еще что-то, и опять же мне многое непонятное. И вот один из первых вопросов, который возник у меня, я был на какой-то такой конференции, мне стало интересно, я слушал, слушал, что говорят все, и в конечном итоге я себе поймал на мысли, говорили доктора наук, кандидаты наук, сделали доклады, а ни о чем по существу они не сказали. И когда мне в конце дали слово, чтобы я просто выразил свое мнение, такое экспертное по этому поводу, я им сказал, можно я вам, как бы вы здесь сидите, все люди, которые априори хорошо разбираются в экономике, и при этом вы сидите как светоч понимания экономических процессов, а в стране у нас экономика не налажена. И вот я себе все время задавал вопрос, теперь я говорю, можно маленький вопрос вам такой задать. Вот представьте себе маленькая страна, вот условно небольшая страна, в этой стране закончился финансовый год, и мы имеем миллион квадратных метров жилья, показатели, миллион голов скота и миллион тонн зерна. Проходит еще год, мы имеем, говорю, полтора миллиона квадратных метров жилья, полтора миллиона голов скота и полтора миллиона тонн зерна. Ответьте мне на вопрос, этот регион стал богаче или нет? Ну они все, разумеется, стал богаче. Я говорю, а вы учите другому. Вы говорите о том, что если упали цены на жилье, на недвижимость, упали цены на зерно, упали цены на мясо и молоко, то, соответственно, по финансовым показателям вполне возможно мы обеднели еще. И, соответственно, мы объявляем финансовый и экономический кризис. И вот это, говорю, несостыковка. Как так, имея с точки зрения реальных количественных показателей, имея увеличение, с точки зрения психической, психологической оценки этого, мы становимся бедными. И тогда я начал это экстраполировать в масштабе всего мира, человечества. Вот почему так происходит. И, естественно, у меня весь мир перегруппировался. У меня современные, ну это все свидетели этому, допустим, Центральная Азия, страны Центральной Азии некоторые становятся фабрикой мировой, потом появляются места эмиссии денег, а дальше весь мир остается потребление. Соответственно, мировая торговля, и она кому-то благоприятна, кому-то неблагоприятна. Через это я ответил себе на вопрос, почему на постсоветском пространстве происходит реиндустриализация. То есть, невыгодно было развивать здесь производство. Из нас нужно было создать таких потребителей. Тогда опять же встает вопрос, а если мы потребители, мы должны взять, чтобы купить чей-то товар, мы должны получить валюту, свободно конвертируемую. Эту валюту отвезти туда, в Европу, скажем, или в Китай, или еще куда-то. На это купить товары, перевезти. Здесь мы это трансфорируем в сом и начинаем покупать. А как же мы будем эту валюту иметь, если мы не производим ничего на экспорт? Ну все должны понимать, что внешнеторговый платежный баланс всякой страны мира, это проблема экспорта и импорта. И баланс равновесия, что ты импортировать можешь только в том объеме, в котором ты экспортируешь. Иначе приток валюты через экспорт, а соответственно отток идет через импорт, и соответственно должен быть баланс. Но я с ужасом обнаружил, я отца спросил, я говорю, подожди, мы от силы 2-3% из общего потребительского спроса, структуры потребительского спроса, мы производим 2-3%. Ну пусть еще даже взять миграция, экспорт рабочей силы, мигрант. Но мы удовлетворяем спрос на валюты максимум на 10%. Откуда в этой стране тогда есть валюта? А наш сом очень долго держался на уровне, он как-то до 47 дошел, и все, он даже падал вниз в той стране, где нет производства, нет экспортного потенциала. И тогда мы приходим в заключение, что наша страна и не предусмотрена для того, чтобы в ней развивать активно производство. Она территория купи-продай. И тогда здесь должны быть то, что называется внесистемными органами управления, это акционерно-коммерческие банки, в которые вливаются из-за рубежа деньги, мы их берем, мы через сумму проворачиваем, везем все. И у нас в этом смысле тогда, если бы мы развивали производство, если бы у нас реальный был банковский сектор, мы бы, конечно, имели кредиты на 20 лет, на 25, мы бы имели возможность инвестировать кредитные продукты в силу тех же рыночных отношений, они бы падали, мы бы имели кредиты 5-6%, до 10% годовых. Но у нас нет. У нас опять же получаются кредитные продукты такие, что купи-продай можно сделать, а развить производство нет. И мы как бы успешно в этом состоянии пребываем до сих пор. Поэтому вопрос кредитно-денежной политики государства, он один из первостепенных. Потом я попал на, вот после революции 2010 года, и там все известны наши политики. Они обсуждают, в какой стране быть дальше. И я опять их слушал на протяжении трех часов. И в конечном итоге удивился. Я им говорю, я знаю вас, я надеялся услышать одну такую ключевую вещь. Вы должны понять, первое, кто решает вопросы кредитно-денежной политики в стране, раз. Второе, кто решает вопросы монетарной политики, сколько денег. Кто решает вопросы табожной политики. Кто решает вопросы налоговой политики. Кто решает вопросы тарифной политики. И вдруг вы себе ответите. Ни законодательная система власти, ни исполнительная, ни судебная эти вопросы не решает. А их решает Международный валютный фонд. Так вот, получается, что вы нечто как обслуживающее вот эти пять вопросов. Поэтому те, кто эти вопросы решает, им без разницы. Авторитарный режим, демократический. Им это без разницы. Важно, что кто решает вот эти пять ключевых вопросов в жизнедеятельности нашего государства, тот, по сути дела, и управляет этой страной. Вы, получается, где-то на поверхности решаете вопросы, кто куда пойдет, кто-то что-то. Но вы вглубь не проникаете этих процессов. А если проникать вглубь, то надо переворачивать все настолько наизнанку. И вот тогда, когда я с людьми на эту тему начал говорить, и я понял, что интерес есть у общества. И я попытался из этих записок как-то перевести форму книги. Я не ручаюсь за то, что я могу красиво писать и говорить. Но весь вопрос же не в том, как красиво я пишу, а в сути. И я попытался эту суть изложить. Нашелся человек, который сказал, это интересно, это может быть предложено обществу. Ну, по крайней мере, как какая-то альтернатива, чтобы расширить понимание. Мурат, вот из наших государственных мужей, политических деятелей, интересуется вашей теорией, вашей книгой? Вы знаете, я не думаю, что, во-первых, мы не так много издали, но вот когда мне сказали, можно коротко, я попробовал манифест сделать. Вот в виде манифеста. Нашелся спонсор, я ему благодарен очень, он на киргизском, на русском языке издал, и по стране пошло. Потом молодежь, они иногда мне задают тему там, и я пытаюсь статью написать на конкретную проблему. И там скопился материал. В принципе, я думаю, что читает, потому что некоторые из этих вещей я начинаю слышать из уст политиков, из уст экспертов. То, о чем, например, я раньше не слышал, теперь я слышу, что они об этом говорят. То есть проблема на поверхность всплывает, она начинает... Ну, некоторые моменты в программах кандидатов тоже... Да, я замечаю, и я рад этому, потому что, вы знаете, это для этого и писалось, чтобы если люди хоть немножечко начнут, один одно, другой, другое, в целом картина на политическом пространстве, она будет хотя бы такими проблесками, она уже будет показывать, что уже люди об этом думают. И вот третья книга «Теория чистого государства», у вас она называется «Основа космофилософии». А чем отличается философия обычная, которую мы изучаем в вузах и так далее, живем в обществе, изучая эту философию? Космофилософия, она чем отличается? Разница в чем? Разница такая. Вот о чем бы мы ни подумали, вот предмет наших размышлений, он все равно у нас в границе... Человек понимает, что он когда-то родился, имеет дату рождения. Человек понимает, что он когда-то умрет. И вот, как правило, он об этом судит в границах рождения и смерти. Вот такая ограниченность. И неважно, даже если исторически он будет говорить о Наполеоне, Наполеон имел день рождения и день смерти. И вот все наши суждения тогда ограничиваются в границе рождения и смерти. И вот если взять, например, там вторая книга «Паралипоменон» и есть, значит, третья книга «Царств», это в Ветхом Завете. Там Сулейман, царь Сулейман или Соломон, да, вот по-русски говоря, да, Соломон. Соломон задается вопросом, он как бы внутри говорит Богу, Господе, говорит, «Ты поставил меня царем вместо отца моего Давида, но я утрак юный, я не знаю ни входа и ни выхода своего». И он говорит, «Как я могу управлять этим бесчисленным, неисчислимым и необозримым народом? Доруй же мне тогда сердце мудрое и разумное». И тогда ему Бог отвечает, говорит, «Воистину ты не попросил ни длинных дней жизни на земле, ни богатства не попросил, ни душ врагов твоих не попросил, а ты попросил самое главное». И тогда, говорит, я тебе говорю, что царь подобный тебе ни до тебя, ни после тебя не восстанет. Вот о чем здесь. То есть Соломон, это мы должны отличать, есть одни и те же слова, но их можно воспринимать на языке ума, то есть на языке рассудка и на языке духа, на языке сердца, на языке разума. То есть одни и те же слова будут выглядеть по-другому. И вот здесь Соломон говорит, «Я, да, Господи, я родился от отца и умру, но я не знаю, что бывает вообще, где я был до того, как родиться, и что будет со мной после того, как я умру». А что это за неисчислимый и необозримый народ? Если даже с точки зрения рассудка вы откроете книгу, вы увидите, что третья книга – это книга числа. Там все, если рассуждать с точки зрения этнической принадлежности, все рода израильские переписаны по фамильным, по именам. То есть это исчислимый и обозримый народ, которым управляет, а он царь Иудея Иерусалима. Значит, речь не о них идет, потому что они переписаны и исчислены все. А он говорит, неисчислимый и необозримый народ. Необозримый народ – это то, что мы, если бы даже хотели увидеть, но не увидим, хотели бы посчитать, но исчислим. Он говорит о том, что свойственно каждому человеку – о мире мыслей и мире чувств. То есть чувства и мысли человека. И вот он говорит, я не могу дать оценку о чувствах вообще, сколько, как, и не могу оценку дать мыслям. А ведь каждый наш, даже наш разговор, он строится на основе мыслей, которые соприкасаются с чувствами. Иначе у нас не могут происходить какие-то психоэмоциональные процессы, мы не можем их ощущать, мы не можем какие-то эмоции испытывать, положить или отрицать. И вот тогда мы должны понять, о чем вообще Священное Писание. Но не с точки зрения рассудка и наших границ рождения и смерти, а с точки зрения космофилософии, с точки зрения вечности, каким образом вообще Бог создал человека. И в день сотворения человека идет ли речь о вот этом физическом человеке воплоте? Или все-таки существует какая-то изначальная, первоначальная форма сотворения, прежде, существующая вечно и существующая до того, как мы вот в это тело воплощаемся? Да, там сказано об этом. И поэтому представления наши о Священных Писаниях, они настолько примитивны, настолько буквальны, настолько телесны, что это стало причиной как раз религиозного невежества. На почве чего мы в конечном итоге пришли к тому, что сегодня Организация Объединенных Наций на первое место ставит проблему религиозного экстремизма и терроризма. Но мы сегодня действительно понимаем, что это серьезнейшая проблема. Так вот, я хотел сказать о том, что все остальные проблемы, санкции Европы и Америки против России, где-то там кризисы на Ближнем Востоке, кризисы Северной Кореи, отношения, ну все, 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 это следствие. А в причине есть как раз вот этот первый изначальный конфликт людей на религиозной почве. И вот поэтому хотелось, это очень серьезный вопрос, потому что я все-таки все равно пришел к основам космофилософии, ибо что бы мы ни говорили о государстве, об обществе, об общественных отношениях, о аспектах общественных отношений, о том, что мы называем экономическими отношениями, культурными, разными, они все равно упрутся в одно. И вот тогда очень важно сказать, а существует ли в Священном Писании какая-то подсказка? Подсказка. Конечно, существует ключ, главный ключ. А ключ заключается в том, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Это знают все. Ну, по крайней мере, все читали об этом. По образу и подобию своему. И в то же время сказано, что Бога никто не видел. Изобразить его невозможно. Описать его невозможно. Значит, для человека существует один единственный путь. Познай природу человека, познай тайну человека, и через тайну человека ты сможешь... А мы же по образу и подобию. Через уподобление и через принятие образа на себя ты раскроешь вот это как раз таинство Бога, замыслу Бога. В исламе тоже, когда про джихад, Мухаммед, пророк наш, говорит, сделай джихад себе. Ну, конечно. То есть, себя должен сначала опознать все это. Безусловно. И здесь вот в основном у вас Библия, Тора и Крам, да? Да. Взяли три священные книги и анализируя, вот вы написали третью, четвертую книгу, это «Знай самого себя», уроки космофилософии. Вообще, вот термин космофилософия, вот вроде бы этот термин новый, да? Или этот термин и раньше употреблялся нашими учеными там и так далее? Нет. Ну, например, космополитизм, все знают, что это такое, да? Человек без Родины, он рассматривает все. А здесь термина космофилософия как такого не было. Я очень долго искал название, как это. И оно наитием даже где-то во сне пришло, что это есть то, что ты о чем говоришь, это космофилософия. Это тот уровень обозрения всего, то что смотришь, на котором стираются все противоречия между... Я, во-первых, хочу сказать, что если взять суть ислама, христианства и иудаизма, то такая ключевая, основополагающая иудаизм, христианство и ислам являются единым вероучением. То есть единобожие, единая религия, но три вероучения. Но это не говорит о том, что... И вот когда, проходя через базовый смысл, то есть основы, через сюжетность вот этих писаний, ты поднимаешься на уровень космофилософии, тогда для тебя границы стираются. Не то, что там, допустим, шииты с суннитами, там у нас 73 разных различных течения, толка, масхабы, да. Или если взять христианство, там тоже разделение. Католики, лютериане, христиане, православные, протестанты. А дальше, если сектанство взять, более тысячи. То тогда не то, что нет оснований внутри какой-то религиозной динаминации спорить, а нету даже оснований спорить между иудаизмом, христианством и исламом, поскольку это условно, скажем так, институт, аспирантура и докторантура. Это абсолютно одно и то же, понимаете. И вот мы, это не говорит о том, что нужно отказываться. Ни в коем случае нельзя отказываться от первоисточника. Ибо это единственное, там где истина изложена, пророки есть уста Бога на земле. И здесь везде сказано, в этом закон и пророки. Закон мироздания, закон вселенной. Мы настолько являемся каждой частичкой этой вселенной. Вот если бы даже какой-то дворник, условно, пропал в небытие, вселенная уже неполноценная. Ибо он предусмотрен в этой вселенной как определенная ее часть. И мы с вами сидим все. Но между нами на самом низшем уровне нашего сознания, на котором происходит телесная материализация, мы в теле сидим, мы никак не поднимаемся вверх. И в результате, пользуясь самыми, скажем так, мыслями более низкого такого пошиба телесного свойства, у нас возникает вот это противоречие, разногласие. Мы начинаем делиться. И уже даже пять братьев начинают между собой делиться. И вот в этом смысле преодолеть вот это все. Поэтому здесь я как бы показывал, если бы я говорил от себя, это было бы абсолютно, во-первых, невежественно, во-вторых, некорректно. Можно делать так. Вот есть какой-то посыл религиозного писания. Или это сура Корана, или это стих. Или хадистам, да? Да. И вот мы их когда читаем, чтобы каждый понимал, что это источник. Но мы показываем некоторый иной ракурс посмотреть на эту проблему. Но вот элементарно, вот буквально я буду говорить из-за того, что в жизни происходит со мной. Вот мы сидим с человеком, который хороший имам, он читает проповеди. И вот собираются люди, мы разговариваем, ему говорят, вот такой хадис есть. К пророку обращается сподвижник и говорит, скажи, мне сначала привязывать верблюда, а потом уповать на Аллаха. Или же мне все-таки уповать на Аллаха, а потом привязывать верблюда. И пророк ему говорит, конечно же, говорит, сначала ты должен привязать верблюда, а потом уповать на Аллаха. И вот как бы вопрос. Ну, он от рассудка говорит, ну, на Бога надейся, а сам не плашай. Значит, на Аллаха надейся, а из ШК привязывай. Ну, как вот, опять же, в границах вот такого стандартного от рождения до сметрия, как мы должны себя вести. Но здесь сказано нечто большее. С точки зрения космофилософии, на языке сердца, он же весь символичен, он весь метафора. Человеческий ум показан в трех символах. Либо это осел, упертый, такой, как настырный, да, и такое состояние ума. Бывает, как необузданный конь. Он вздымается, не принимает, то есть никакого всадник символический разум душа, он не дает садиться на себя. И третье состояние, это как раз верблюд. Купи, продай, ремонт, закончи квартиры, реши карьерные вопросы, еще что-то. И вот здесь сказано о том, что пока ты не возьмешь свой ум под контроль, и пока ты не будешь мысли свои контролировать, мыслительный процесс, ты не сможешь в этот момент, скажем, в мечети полноценно предаться рассуждению о Боге, то есть уповать о Боге. Пока не привяжешь верблюда. Да, ты будешь сидеть, ты будешь вроде бы, казалось бы, внешне молиться, а ум у тебя в этот момент на дор-дое торгует, заканчивает ремонт, и так у всех. Тогда возникает вопрос, вы не там, где тело ваше сидит, а вы там, где ваш ум гуляет. В школе возьмите ученик, ему учитель распинается у доски, объясняет, а он ему на футбольном поле, в компьютерном классе, он где угодно в результате получается, во всем учебном процессе, если ребенок за все это время 10% присутствует на уроке, то это хорошо, а 90%, а он верблюда не привязал, он коня не привязал, он осла не привязал, он сидел и говорил, я уповаю на Бога, получаю вот эти знания, знания он не получил. В результате мы тратим столько много времени, почему? Потому что мы, внимание это процесс, и вот сконцентрировать внимание, то есть привязать этого верблюда, коня и осла, контролировать умственный процесс, мы можем даже объем памяти увеличить до такой степени, мы непродуктивно используем свой тот инструмент, который называется умом. В результате у нас вообще по жизни происходит, я хочу пример привести, вот я вам сказал, школа, вот вам мечеть. Я сидел на совещании в правительстве, будучи исполнительным директором предприятия, и вот как я раньше думал, я думал, ну это государственное учреждение, это высшие органы исполнительной власти, где должны заботиться о нашей жизни, жизнедеятельности, и вдруг мы все сидят, вроде бы записывают, и вдруг я четко как сканирую, я понимаю, что у каждого в голове свое. Один сидит, думает, что он вчера пил, и ему плохо, он хочет шаропа пить вот этот холодный, второй сидит, заканчивает какие-то свои проблемы, и вдруг я с ужасом понял, я говорю, и вот это нами управляет. То есть на самом деле там именно с привязанным верблюдом ни одного человека не было, они не решали государственные проблемы, они записали кое-какие вопросы, позаседали три часа и разошлись. И вот это была основа, я сел, я дня три сидел и записывал, я говорю, вот она проблема. Мы реально, так же как в школе ученик 10% сути отдал, а 90% гулял, это осталось и на уровне правительства. 10% проблеми, 90% гуляет. И в результате, откуда будет тогда эффективная система управления? Откуда будет понимание глубинных причин процессов, которые происходят, понимаете? Значит, опять же, если мы к религии возвращаемся, в мечети то же самое. Он сидит и 90% у него где-то гуляет верблюд его непривязанный, или осел, или конь. А 10% он что-то, он в результате вышел, он не понял. Его молит, поэтому пророк о чем сказал? Это один из хадисов, величайших, ярчайших. Он говорит, час размышления больше, чем бот поклонения. Он как раз говорит, когда ты размышляешь, когда ты привязываешь свое коня, вот это сосредоточение часовое по эффекту превосходит год. А вот, Мурат, как-то я читал про этих индийских программистов, вот как их обучали, да? В течение года их обучали вот этой компьютерной грамотности, то есть программу как составлять и так далее. И в течение трех лет их обучали, как концентрироваться, то есть мысль держать на одном. Это, оказывается, очень сложно. А вот что нужно сделать, чтобы привязать верблюда? Что нужно сделать? Как его привязывать? Это такая тема большая, да? Поэтому очень много книг этому посвящено. Вот, например, есть маленький семилетний мук. Вот я его со школы забрал, мы идем. Я говорю, какие ты уроки проходил? Что вам учительница говорила? И вот он идет, он вспомнить не может. Я говорю, а знаешь, почему? Потому что, говорю, человеческий ум работает в алгоритме. Мысль, чувство, желание, действие. Мысль, чувство, желание, действие. И вот я говорю, повтори. А он, говорит, он же не понимает, о чем лечь. Я его сначала заставил выучить. Вот он идет по дороге на длинный путь. И он говорит, человеческий ум работает в алгоритме мысли, чувства, желания, действия. Мысли, чувства, желания, действия. Я говорю, понимаешь, говорю, если взять с точки зрения энергоинформационной структуры, дух и душа, сознание, самосознание, то всему возбудителем является мысль, которая приходит в голову. Теперь есть два варианта. Ты есть чувственная сфера, Адам и Ева, сознание, самосознание. Если ты откликаешься чувством на мысль, значит, тогда мысль, чувство благословляет эту мысль. И тогда происходит психоэмоциональный процесс внутри тебя. Соответственно, дальше это как символическая беременность. И дальше рождается, что рождается? Либо намерение, либо желание. Но намерение, это, скажем, несформулированное желание. А желание, это единственное, что человека заставляет встать, пойти воды попить или космический корабль построить. И, соответственно, у нас это происходит настолько молниеносно, что мы не разделяем мысль, чувство, желание, действие. Вот если взять Таурат, священное писание, там описывается скиннее собрание. Там есть внешний двор, крытый двор и святых в крытом дворе. Человек то же самое. Внешний двор, это наше внешнее восприятие. Вот ум, мы внешнее восприятие, мир, там слова, там события, ситуации, все. Есть разум, то есть это опция души, это крытый двор, это наши внутренние процессы. И святое в святых, это дух. Сфера то, что мы называем подсознанием. Подсознание, самосознание, а самосознание у нас двойственное. Поэтому символически рожает Авеля и Каина. Каин это природа нашего эго, через которое возникает понимание себя как я. Я, мне, мое, меня. Поэтому он земледельцем изображен, символическим. А Авель изображен, символизируя разум, он символизирован кем? А пастырем овец божьих. И вот как раз овцы это и есть символ мысли. Все, что приходит, он их пасет, он контролирует этот процесс. Там полностью, если вы возьмете, начиная от Таурата и заканчивая священным Кораном. А священный Коран это есть последняя книга Библии. То есть не откровением Иоанна Богослова заканчивается, а последняя. И тогда вы обнаружите, что там кругом, везде сказано о контроле мыслей, чувств, желаний и действий. И вот как только мы это все... Теперь сказано, когда во внешнем дворе приносят жертву. Всякую жертву делили на четыре части. Вот это и есть. И самое главное, какие? Мелкий скот и крупный скот должен быть без изъяна. Здесь речь говорит о каком жертвоприношении. О самоанализе, чтобы ты сказал, вот со мной это сегодня случилось. Разделил на четыре части. Внутри. И говоришь, так, ко мне это пришло вот из-за этой мысли. Я вот этим чувством отреагировал. Поэтому это желание, поэтому это действие. Вот в целом. Я разделил. Это как раз контроль. Это духовная практика. И дальше сказано, что во всесожжение Богу принести. Жертву всесожжения. И вот это как раз я, когда начинаю анализ делать, глубины размышлять, я начинаю отличать. И тогда моя чувственная сфера начинает отталкивать нехорошие мысли. Я как-то провел такой опыт. Ну, собрали люди аудиторию, студенты. Я им говорю, скажите, а вот кто бы из вас согласился? За большие деньги? Ни за что, просто за ваше согласие, чтобы ваши мысли в прямом эфире абсолютно транслировали. В прямом эфире, в онлайн режиме, то есть все, о чем вы думаете, что приходит в голову, и о чем размышляетесь, в онлайн все видели. Поднимите руку, кто согласен, чтобы так, за деньги. Вы знаете, полная тишина. Ни один человек не поднял руку. Даже при перспективе денег. Почему? Потому что такой проблемы никто не ставил. Я говорю, а вы знаете, почему это происходит? Вот это одна из проблем, на которую мы значение не придаем. На самом деле, говорю, поверьте, даже пророкам и святым чудовищные мысли приходят в голову. Но они себя не отождествляют с этой мыслью. Они не говорят, что это я, ой, какой я грешный, такой плохой, вот у меня такая мысль родилась. Человек не является тем, кто рождает мысли. Мысли это то, что приходит из информационного пространства. Ты есть пользователь этой информации. И, соответственно, тот, кто умеет говорить плохой мысли, нет, стоп, это я, а это ты. Оттолкнуть эту мысль, все. Она еще может потревожить тебя, все. Но часто бывает, я в жизни это встречал. Вот до безумия дошел человек, вот как говорят, джинс селился или бес селился. Почему? Потому что, говорит, мне в голову приходило, да, там, вот я ложусь и боюсь, потому что я в голове, говорит, картинка, я топором рублю там своих близких, я там кровь, все. И я убегаю, а куда ты убежишь? Ты никуда не убежишь. Ну попадешь в психиатрическую больницу, ну максимум тебе купируют это там, ну и ослабят, допустим, вот этот процесс восприятия, а проблему саму не решать. Есть экзорцисты, которые пытаются выгнать, но для того, чтобы это выгнать, нужно и маном обладать. То есть это должен быть такой чистый человек внутри, который оторван от вот этих купи, продай, иначе он просто не сможет. Сама по себе молитва это молитва, но где твой внутренний иман? Поэтому я знаю людей, которые читали молитву, а тот вышедший вот дух, и который с ними говорил, он сказал, у вас четырех имана не хватит, чтобы меня извлечь оттуда. И как бы дальше это продолжилось. И вот как раз я вот это хочу сказать, что я когда с этой девушкой говорил, я говорю, понимаешь, ты сразу в первый раз сказала, что это я. Значит, ты этой мысли отдала свою личность, а захватив твою личность, она уже начинает управлять тобой. И соответственно, подобное притягивает подобное, оно демонизирует твой разум, и ты становишься бессильным против этого. Конечно, нужен человек, который тебе разъяснит, нужна молитва, и вы таким образом можете преодолеть проблему. Поэтому не надо отождествлять себя с плохими мыслями, их человек способен как раз отталкивать. Вот это есть вход и выход, мысли входят, как они выходят. И вот как раз Соломон о чем говорит, научи меня управлять мыслями, управлять чувствами. Теперь, если вернуться в изначале, я говорю, всегда должно быть так. Вот первый стих Таурата. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет, и увидел Бог, что свет хорош. И разделил он свет, и назвал свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день первый. Вот, опять же, от рассудка. Вначале Бог создал небо и землю. Глаза поднимаются на небо и опускаются на землю. Нет, речь не идет ни о той небе, которую вы видите, и ни о той земле. Потому что только в третий день Бог собрал воду, которая под землей, и собрание воду, и явилась суша. То есть еще тела земли нет. А о чем тогда говорится? Значит, небо и земля, это первое, мир чувств. И земля, мир мысли, духовный и материальный мир. Вот что он возбудил. Основа духовного мира чувства, основа материального мира мысли. Или на языке физиков. Энергия и информация. Энерго информационный мир. Значит, из чрева мира чувств извлечен что? Мир мыслей. Теперь Адам. Адам-то сначала создан дыханием Бога. Он создан как то, что вы в себе знаете. Подсознание. А оно безличное. Почему мы не... Вот ученые утверждают. Подсознание, в области подсознания информации в миллиарды раз больше, чем в логической сфере. Да потому что вы не можете проникнуть туда, потому что там через я, мне, мое, меня невозможно. Это сфера. Это даже Коран от имени мы написано. То есть это сфера всеобщности. Это сфера вселенной. Вот это и есть космофилософия. И тогда ты понимаешь. Значит, человек создан сначала в нечто духовном теле, как индусы называют, причинном теле. Дальше это духовный. Но отражаясь, как вот в зеркале можем отражение видеть, духовный мир, отражаясь в материальном мире, это символическое извлечение неба и земля. Ева, ребро из Адама, то есть из чрева же Адама, да, речь идет о, если взять даже правое и левое полушарии, речь идет о левом полушарии. То есть в материальном мире возникает что? Самосознание. И только через самосознание можно себя личностью понимать. И уже дальше я, мне, мое. И вот с этой точки зрения речь идет о том, что не клетки вашего серого вещества управляют, а та энергия, информация, которая вот эти миллиарды нейронов возбуждает вас, на языке религиозной символики дух и душа. Или Адам и Ева, да, сознание и самосознание. Вот я хотел бы такой пример привести. Вот как-то собралась аудитория, и там математики. Вот ребята, и они говорят, да нет, мы прагматики, мы трезвомыслящие люди, а вы какой-то религии, мы атеисты. Я говорю, извините, а вы вот математика, а вот какая, теоретическая математика? Нет, говорит, я информационные технологии. Я говорю, давайте, отлично, поговорим о священных писаниях через ваши информационные технологии. Он говорит, а как? Я говорю, ну элементарно, вы математик, вы в области прикладной математики информационной технологии. Давайте начнем с того, вот камера, которая снимает, это цифровые технологии, согласны, согласны. То есть получается, вот мы говорим, речь, звук, изображение, все это переводится в цифровые комбинации, согласны, согласны. Потом эти цифровые комбинации переводятся обратно, и уже на том конце экрана люди через цифровой экран смотрят уже снова трансформированные цифры в изображение, звук, все, согласны, согласны. Но вы должны понять, что телекамера, будучи искусственным интеллектом, как и робот, как и компьютер, это имитация естественного интеллекта. И вы должны понимать, что ровно такой же процесс происходит внутри вас, в правом-левом полушарии головного мозга. Теперь, возьмем того, раз мы возьмем все цифры, их всего лишь 10, от нуля до 9, 10 цифр, и всевозможные бесконечности комбинации, это комбинация этих цифр, 10. Вы же согласны? Теперь возьмем, но сказано, Бог создал Адама, то есть наша подсознание, по образу и подобию своему. А Бог, если даже вот взять, да, в числовом измерении ноль изображает. То есть из нуля все начинается, и в конечном это абсолютное число возвращается. Значит, ваше подсознание, что сфера ноль, информационно ноль. А поэтому в Писании он показан голым, Адам, не телесно голый, как мы понимаем, а информационно голый. И когда я этот ноль покажу в зеркало, в зеркале же, в материальном мире, Ева же тоже будет обнаженной. Значит, что информационное вот это начало ноль-ноль, голые Адам и Ева. А у нас что, художники от ума голых женщин рисуют, голых мужчин. У нас сегодня в некоторых протестантских церквях голый стоит священник, раздел Дагалла Пасву, говорит, а это вот, почему? Да потому что через телесные категории мерят, через тело, как Иисус назвал, через лицо, лицемер. И он, соответственно, буквально понимает и трактует. И у него паста взрослые, стоят голые абсолютно, и он как знаток это проповедует. Вот это как раз и есть. Он совершенно не понимает с точки зрения космогонии, космогонического значения текстов. И вот тогда мы говорим, первая комбинация, цифровая комбинация, это фиговый лист, которым прикрывается. А дальше начинаются комбинации. И первая комбинация, безусловно, что? Раздвоение сферы самосознания на разум и рассудок. Или иначе разум, как в этом же писании сказано, он от Адама, а Адам от Бога. А рассудок от эго. Соответственно, возникновение силы действия и силы противодействия. Разум – сила действия, рассудок – сила противодействия. Ну как третий закон Ньютона, сила действия равна сила противодействия. Важно что? Важен баланс. Баланс как раз духовной, материальной природы. Баланс. Вот вся религия только в этом и заключается. Корень религии в этом. И без разницы ты иудей, мусульманин, христианин. Или ты сальто-мортально делаешь перед тем, как что-то поклониться. Богу этого не нужно. Богу нужно твое понимание. И вот как раз вся речь идет о том, я ему говорю. Вот представь себе за день. Сфера самосознания, вот твои цифры, массу сделала цифровых комбинаций. Согласны? Согласны. Вы можете этим массивом комбинаций разделить на ноль? Нет. На ноль делить нельзя. Математика. Согласны? Согласны. А в конце жизни ноль делит. Все бесконечности комбинаций, созданные в естественном интеллекте. И тогда что получается? Ноль, деленный на любую бесконечность, равен самому себе. На языке символики сказано, дух вынул душу из тела. Вы поняли, да? А в Евангелии сказано, это же и есть сфера Христос, подсознание. Кровью своей омыл все наши грехи. Почему? Да потому что комбинации цифровые были. Верные соответствовали благочестию и праведности. И неверные. Но он их все поглотил. Ноль деленный все на себя. И вот самое главное, с точки зрения космофилософии, да там не описываются события. То есть одноразово Бог создал Адама. Дальше все прошло. Дальше все. Это наше плотское понимание. Там описаны бесконечно повторяющиеся процессы. И как только, значит, ноль делит, он возвращается в исходное состояние. На седьмое небо. Дальше снова что? Обновленное самосознание. Снова нулевое. Дальше снова создается, и снова в тело воплощается уже другое я. Уже ты был Иванов, стал Петров, или стал там Штеренберг, или еще кто-то, понимаете? А сфера сознания-самосознание, она бессмертна. Дух и душа бессмертны. Они не исчезают со дня сотворения. И вот как только наш... Я почему говорю в границах рождения и смерти? Да потому что нам нужен тогда исторический период, время. И мы начинаем плотскими категориями. Но ведь тогда получается, что Бог вечен, говорим. Как же вечен, если вы говорите, это исторически тогда-то, там пусть даже миллиарды лет назад. Все. Здесь вообще космогонический язык, он не подразумевает события. Ибо события отправляют нас в смысле через рассудок, через тело. А, географически там, исторически тогда-то у Бога нет времени. И вот как только вы поднимаетесь на иной уровень восприятия, вы понимаете, что там говорится о постоянных процессах, происходящих внутри человека. Мысль, чувство, желание, действие. И вот когда мы... Ведь это уникальные источники. Начиная с Ветхий Завет, Новый Завет, Коран. Это просто уникальные. А я почему не стал здесь Трипитаку, Зентовесту применять, или другие книги, или Хагавадгиту, Махабхарату не стал применять. Ну, потому что вот два направления, Туранское и Авраамическое направление. В силу того, что большая часть, ну, на нашем, по крайней мере, пространства, они даже этнически себя либо позиционируют иудеями, либо христианами, либо мусульманами. А дальше уже на течении. Либо атеисты. Поэтому все понятно. Вот я задаю человеку, который ко мне пришел, он уже абсолютно решился в Сирию ехать, воевать, как он считает, джихад. И тогда я ему сказал, подожди, говорю, ну вот ты же сам читаешь Коран. Там сказано, кому Аллах пожелает, тому он стесняет грудь для ислама. То есть он не восприимчивается к исламу. А кому пожелает, он расширяет грудь для ислама. Ты поедешь туда, и ты, оказывается, воюешь с Аллахом. Ты говоришь, ты не смог ему расширить, а я ему расширю. Я его на колени поставлю, под автоматом заставлю его там кричать что-то. Ну так ты, получается, воюешь против установления Корана. В Коране сказано, недопустимо принуждение. Это прямое указание. Недопустимо. То, что сделал Аллах кривым, никто не выпрямит. А то, что он сделал прямым, никто не искривит. Значит, ты идешь и противопоставишь, а я искривлю твое прямое, или я выпрямлю кривое, или я расширю. Ты что делаешь вообще? Где твое смирение, терпение, где твоя молитва за ним? Ты устал молиться, ты побежал на языке оружия, силы разговаривать. И вот тогда ты можешь забыть про то, что ты мусульманин. И вы отговорили его? Вы знаете, на удивление, вот их трое пришло, один помоложе, он каким-то образом уехал, а двое остались. Двое остались. Но недавно ко мне подходит один из них, двоих, и он говорит, знаешь, мне так семья мешает. Вот я хочу об Аллахе думать, я хочу это, а вот то купи, то продай, то там огород покопай, туда-сюда. И я вот, они мне мешают. И я вот прям им объявил, что я куда-то в уединение уеду. Но тогда я ему сказал, ты очень большой путь сделал, религиозный. Ты большой путь, это твой джихад. А теперь, говорю, ответь мне на вопрос. Ты говоришь, тебе он мешает шайтан вот в том, что там огород скопать или еще что-то. А теперь представь себе, говорю, ты остался один на один, никого нет. Ты в пещере сидишь, только ты и шайтан, ты готов к этому испытанию. И вот здесь он сел и начал задумываться. Я говорю, у тебя оттуда ведь два пути может быть, либо смерть, либо безумие. Ты готов? Ты настолько духовно силен. И вот он сидел долго думал, он сказал, я не готов. Я говорю, иди не греши. Иди спокойно воспринимай необходимость копать огород. Идти там за луком в школу. Воспринимай. В отношениях со своей женой, с соседями. Вот где, научись здесь строить. Не торопись. Это опять твоя гордыня и тщеславие. Вот я какой. Вы здесь о хлебе, а я там буду в пещере. Подожди. Но каждому. Ты сам, говорю, говоришь. И это написано. Волос не седеет случайно. Листок с дерева не падает случайно. Ну неужели в этой всей конфигурации цифровых комбинаций ты случайно оказался на своем месте? Ну будь ты на своем месте. Относись правильно к соседу. Относись правильно к детям, к внукам. И вот через свой пример вот это путь. Вот если взять, допустим, лет 20 назад, когда я глубоко начал изучать эти все вещи, размышлять. Я вдруг впал в такое, знаете, депрессионное состояние. Это логично. Я прочитал, что действительно к Аллаху три пути. Путь йога, путь монаха и путь факира. И тогда я подумал, слушай, моя мама, а для человека это самое ценное, сказано как в Коране, да, что рай внук твоей матери. Она ни на пути факира не стояла, ни на пути йога, ни на пути монаха. Ни на одном из путей. И меня это стало угнетать. И я внутренний разговор, думаю, почему так? Потом есть еще один путь, оказывается. Это путь, так называемый путь хитреца. Но это путь через интеллект, когда вот как раз ты читаешь, изучаешь, это тоже путь. Но есть еще, оказывается, пятый путь. И этот пятый путь, я его назвал так, йога в миру. Это самый сложный путь. Если даже вот символически на языке рассудка сказать, что когда люди перед Аллахом предстанут, человек, пришедший к нему через пятый путь, окажется гораздо ближе иных монахов, священников и всех-всех, мы все там сзади останемся. Этот человек, пришедший через обычный мир, но который в каждодневной ситуации опирался на разум, который давал хорошие советы, который себя благочестиво вел, который полностью такую богоугодную жизнь вел, вот в быту. Каждый уступил место в троллейбусе. И это уже твоя йога в движении. Ведь я сижу, да, так же вот как-то лекция попалась, ребята, там девушка в платочке, она говорит, да, моя жизнь изменилась, я стала там, вот она рассказывает, как ее изменилась жизнь. Один парень в христианскую церковь ходит, это все хорошо и здорово. И вот когда я ее послушал, я говорю, а где вы живете? Она говорит, в 12 микрорайоне. И вы ездите каждый день в университет, да. И тогда я ей говорю, скажите, пожалуйста, говорю, вот вы мне все это рассказываете, а я вижу девушку, которая утром встала и начала сразу с войны с Аллахом. Она говорит, как? А я говорю, элементарно, она почистила зубы, села в маршрутке на вот это место, свободное, на конечной остановке. И вдруг к ней в голову мысль пришла, вот сейчас, блин, проеду и через две остановки какая-нибудь Эджешка зайдет, и мне надо ей место уступать, елки-палки. Она еще не зашла, а уже началась. Вот сейчас ты обязательно сделаешь так, что будет Эджешка. И действительно через три остановки заходит Эджешка. И внешне благовидная девушка говорит, садитесь. А сама встает внутри и говорит, вот елки-палки, вот еще не хватало, сейчас еще полная маршрутка набьется. Еще нет, не полная, набилась маршрутка, она еле-еле на одной ноге стоит. Потом она вышла с маршрутки, разъяренная, и говорю, собирается перейти, красный светофор зажегся. Она опять выстрел в небо, да опять мне. И вот весь день, а там Агай, ему место в столовой пришлось уступить, а там подруга в таком же платье. И вот день закончился в войне с Севышней. А внешне мы видели абсолютно благообразную девочку. И вдруг она начала в голос реветь, рыдать. Она говорит, да, но я же стараюсь, но я же выступаю. Но она говорит, да, все эти мысли ко мне в голову приходят. Я говорю, ты же не проявила, и вот она не проявила ни смирения, ни терпения. И вот она говорит, а как я должна была посмотреть? Я говорю, та же ситуация, давай посмотрим с точки зрения космофилософии. Заходит Иджишка, а ты говоришь, Господи, и только за то, что я сейчас встану и уступлю ей место, ты за это вознаграждаешь? И вы встаете с радостью сажать ее на место. У вас сердце ликует, что за такие мелочи он вас вознаграждает. Набилась маршрутка, вы на одной ноге стоите, вы говорите, мне всего лишь четыре остановки потерпеть, вот это положение. И за это ты награждаешь? А он тебе отвечает с подсознанием, да, конечно, за это. За эти мелочи. И вдруг ты счастливая выходишь. Ну, потерпеть красный сигнал светофора минуты. Ну, там уступить это. И ты счастливая приходишь домой и говоришь, Господи, сколько ты мне показал сегодня мест соприкосновения с тобой. И как я была послушна. И ты счастливая, новый день, новый он открывается, в тебе крепнет твой духовный путь. Вот это есть джихар. И вдруг она разлыбалась, она говорит, я поняла, я говорю, все. А тот, который тебе говорил, вот сейчас эта джешка, сейчас придет, ты ей уступишь место. Да сейчас набьется полный автобус. И который тебе говорил, кто это? А это и есть тот, против которого боретесь. Шайтан. Пророк Мухаммед сказал, во всех людях есть шайтан. И во мне он есть, в каждом человеке. Но благодаря Аллаху я победил его в себе. Вот ты как раз таким образом победишь этого шайтана в себе. Вот на этой ноте мы сегодняшнюю передачу закончим, Марат Тургенбекович. Следующий урок у нас будет на следующей неделе. Уважаемые телезрители, сегодня у нас была первая передача нашего нового цикла. Уроки космофилософии или познай самого себя. Наш собеседник, автор книг, публицист, социальный мастер Мурат Тургенбекович Мусабаев был. Спасибо вам. Спасибо. Уважаемые телезрители, до свидания, до следующих передач. Субтитры создавал DimaTorzok